МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По его словам, сказанным в интервью телеканалу 112, на сегодняшний момент переговоры об освобождении заключенного Олега Сенцова не ведутся, далее цитирую, из-за действий уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, которая, как говорит Медведчук, ведет себя не как амбудсмен, а как политик. Данное интервью вызвало шквал критики. Эксперты говорят о неприкрытом транслировании Виктора Медведчукова российских идеологем. Российский адвокат Марк Фегин, комментируя сегодня данное интервью радио «Свобода», сказал о том, что Кремль намеренно заблокировал вопрос освобождения украинских заложников, таких как Олег Сенцов, Сущенко, Клых. Потому что, по его мнению, это делается для того, чтобы подыграть одному из кандидатов в момент выборов. И поэтому до украинских выборов, по крайней мере президентских, никаких подвижек в вопросе освобождения заложников Кремля ждать не стоит. О том, что все-таки стоит ждать со стороны Кремля и как действовать в Украине для освобождения заложников. А самое главное, какова будет судьба Олега Сенцова, о чем мы услышали между строчек в нашумевшем интервью. Мы поговорим с нашей сегодняшней гостьей, Марией Кучеренко, аналитиком Центра исследования проблем гражданского общества. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Вот вы написали в своем фейсбуке, комментируя это интервью, вы написали о том, что Медведчук грязно и грубо спекулирует на вопросах своей личной вовлеченности в обменный процесс. И там действительно неоднократно говорилось о том, что Кремль ведет переговоры только со мной, и всегда только со мной, и Ордло только со мной будет разговаривать. То есть мы видим, что с другой стороны фигура Медведчука вызывает колоссальное раздражение. И активисты требуют, патриоты требуют убрать его из минского процесса, из процесса переговоров по заложникам. Здесь возникает вопрос, а как тогда вести переговоры об освобождении украинских заложников, ну в частности Сенцова, Кольченко, Клыха и так далее, вот людей, которые находятся в российских тюрьмах, если Путин хочет говорить только с Виктором Медведчуком? Это очень сложный и действительно очень политически мотивированный вопрос. И я не отказываюсь сейчас ни от одного из своих слов. Да, я готова повторить, что Медведчук крайне грязно, предельно грязно манипулирует чувствами близких тех, кто сегодня находится в плену, как в Ордло, на территории Ордло, так и на территории Российской Федерации. Потому что, да, действительно, для этих людей сейчас вопросы политического, вопросы наших переговоров, вопросы, собственно, переговоров в рамках трехсторонней контактной группы, они не стоят так остро, как вопросы лично судьбы их близких, лично их боли и лично их ощущений. Но здесь надо сразу же четко понимать и нужно помнить о том, что, да, даже если Медведчук сумеет освободить сегодня кого-то из заложников, хоть на территории Ордло, хоть на территории Российской Федерации, это далеко не значит того, что завтра не захватят новых заложников, не захватят заложников друзья и войска его кума. И что одно освобождение, оно повлечет за собой другие пленения. И надо помнить об этом сегодня. И я понимаю, насколько это сложный выбор, насколько это сложный вопрос, и насколько это вопрос эмоциональной вовлеченности именно для родственников тех, кто сегодня, к сожалению, находится в плену. Но здесь действительно речь идет не только о личных судьбах, речь идет о судьбе страны, потому что действительно Медведчук и, ну, устами Медведчука Путин фактически выдвигает все те же требования, которые выдвигает Российская Федерация, как в рамках трехсторонней контактной группы, так и в рамках нормандского формата, так и в рамках формата Сурков-Волкер, политическая часть минских соглашений в обмен то на безопасность, то на освобождение заложников. Но мы ведь прекрасно видим, что на сегодняшний день Российская Федерация не демонстрирует ни малейшей воли, ни в вопросах безопасности, ни в вопросах прекращения огня, ни в вопросах обмена. Сколько украинская сторона не предлагала различных инициатив, сколько мы не выдвигали разных предложений по обмену, по разблокированию данного процесса, Российская Федерация устами своих моряне, так и в рамках минского формата, говорит о том, что говорить мы будем с одним единственным человеком, подразумевая Медведчука, и на этом весь диалог прекращается, а это недопустимо. В частности, те условия, о которых они читаются между строк в этом интервью, там речь идет о политических требованиях. Мы это четко услышали. Там говорится о том, что для освобождения заложников Ордло необходимо вести прямые переговоры президента Украины с Захарченко и Пасечником, а он не хочет, мол, не надо ждать, то есть цитата, не надо ждать Соединенных Штатов, не надо ждать Германии, надо говорить напрямую, потому что это же касается судьб людей. То есть в данном случае прямые переговоры. Это политическое требование. По Сенцову мы тоже услышали требования. Это требование заключается о имплементации и вообще рассмотрении вопроса двойного гражданства. Первый его озвучила госпожа Москалькова, российский омбудсмен. Она сказала о том, что так как Сенцов является российским гражданином, они так себе решили, а при этом Украина говорит, что он украинский гражданин, то Москалькова предложила украинской стороне рассмотреть вопрос двойного гражданства, некую законодательную процедуру добровольного выбора гражданства. То есть вот это реальные политические требования. Обмен заложника на принятие политических решений. Тут вопрос возникает о том, где грань компромисса, что можно делать, что нельзя, потому что мы видим, что родственники, активисты, странные люди, полезные идиоты рассказывают о том, что отдайте Путину что хочешь, лишь бы он вернул людей. Мы слышим эти разговоры. И вот вопрос, где грань? Я отвечу на него так, грань в вопросах украинского суверенитета, грань в вопросах безопасности нашей страны, грань в том, чтобы придерживаться тех тезисов, которые мы уже обозначили. Ну вот вопрос двойного гражданства, это на ваш взгляд грань, это уже про суверенитет или еще можно об этом подумать? Конечно же, это про суверенитет. И в случае Олега Сенцова я обязана подчеркнуть, что процедура обретения российского гражданства, даже вот по этим правилам, ну мы берем слово правило в кавычке, которое установила Российская Федерация во время аннексии, они предполагают, что паспорт при получении подписывается владельцем. Олег Сенцов не подписывал никаких бумаг относительно российского гражданства, насколько мне известно, никогда. И он предельно ясно всем нам сказал, что он не крепостной крестьянин, чтобы передавать его вместе с землей. Вот вопрос насильственной паспортизации, это одно из военных преступлений, обозначенных в Женевской конвенции 1949 года. Эта конвенция устанавливает правила для оккупанта на оккупированной территории. То есть она фактически признана защищать население оккупированной территории от агрессоров. Насильственная паспортизация, военное преступление. Не кажется ли вам, что вот за этими заявлениями сначала госпожи Москальковой о какой-то двойной процедуре? В этом интервью об этом сказал Медведчук, ссылаясь, например, на прецедент моряков Норда. Он сказал о том, что моряки вроде не задержаны, но Украина требует, чтобы они покинули территорию Украины по украинским паспортам. Но ведь Россия же хочет их, говорит, что они российские граждане, поэтому просит их, пустит их на территорию России. И почему-то вообще люди хотят на территорию, между прочим, Крыма. Почему Медведчук сказал, что это Россия? Но это второй вопрос. Что вот, мол, давайте предусмотрим вопрос двойного гражданства. Об этом тоже прозвучало, что это надо рассматривать. Вот на ваш взгляд, не является ли вот эта апелляция к кейсу Сенцова и при этом требование рассмотреть вопрос двойного гражданства для жителей оккупированных территорий попыткой избежать ответственности за военные преступления, насильственную паспортизацию? Ну, в случае Крыма избежать этой ответственности однозначно не получится, потому что на уровне резолюции ООН... Но если Украина вдруг признает, что да, двойное гражданство, все хорошо? Ну, в любом случае, на уровне резолюции ООН закреплено, что на сегодняшний день Российская Федерация является в Крыму оккупирующей стороной со всеми вытекающими последствиями за действованием Конвенции 1949 года. Поэтому, какие бы ни были приняты решения, мы сегодня не говорим... Я сейчас не говорю о том, что эти решения будут приняты, потому что, на мой взгляд, этого, в принципе, нельзя допускать, потому что это будет не только политическая уступка, это будет очередной месседж украинскому обществу, что состоялся реванш, что власть не контролирует ситуацию, что переговоры зашли в тупик, и что сегодня Российская Федерация нагло и открыто диктует нам свои условия. Конечно же, этого допускать нельзя. Но в любом случае, когда у нас задействуется термин «оккупирующая сторона», что есть в случае Крыма в отношении Российской Федерации, здесь уже никаких подвижек и никаких изменений не будет. Это международное, это военное преступление, это будет рассматриваться именно как военное преступление, и рано или поздно ответственность Российской Федерации за насильственную паспортизацию так или иначе будет наступать. Другой вопрос, что в случае Донбасса у нас есть трудности с определением на международном уровне, кем именно является Российская Федерация на оккупированных территориях, но это другой кейс, и если мы говорим о Крыме, то здесь не может быть никаких «но». Ну, что касается Донбасса, я тут хочу вас поправить. Есть резолюция 16-го года сентября, резолюция о правах оккупированных жителей, украинских граждан на оккупированных территориях, ее подавала, это резолюция Паре, ее подавала, она с подачи, то есть авторами ее является Марила Изабек, это известный немецкий правозащитник, немецкий политик, и там говорится очень четко о том, что территория Крыма, оккупированная территория Донецкой и Луганской области, является оккупированной Российской Федерацией, то есть это сказано в международном документе. Да, это есть в резолюции Паре, но у него в общем дело. Да, безусловно, но вопрос о том, что некоторые международные институты уже признали факт оккупации, в том числе и Донбасса. Я хочу вернуться к этому разговору, например, одним из таких моментов, который привлек мое внимание, это была критика Ирины Герасенко, это то, с чего начали наш разговор, Медведчук сказал о том, что раскритиковал ее за пост в Фейсбуке, где она возмутилась позицией Российской Федерации относительно помилования Олега Сенцова, то есть от Олега Сенцова требуют написать прошение о помиловании, мы знаем, что мама Олега Сенцова написала прошение Путину, на что был ответ, мол, нет такой процедуры, родственники не просят, осужденный должен сам лично. Попросите, и тогда Ирина Герасенко возмутилась, напомню, кейс Надежды Савченко, где Надежда Савченко вообще ни о чем не просила, просили жены, условно так, в кавычках, пострадавших. Вот только что, буквально последняя новость о том, что Ямало-Ненецкий, комиссия о помиловании Ямало-Ненецкого округа отказала уже второй раз в прошении о помиловании симферопольскому архиепископу Клименко, Климентию он просил о Сенцове. То есть о Сенцове просят, Сенцова вынуждают написать прошение о помиловании. Медведчик тоже в этом интервью сказал о том, что почему не написать? На ваш взгляд, зачем они это делают? Ну, конечно же, они это делают с целью, опять же, показать, что Российская Федерация будет давить лично на Олега Сенцова, что, по сути, Олег Сенцов сегодня персональный узник, персонально Владимира Путина. Я помню такую настойчивость со стороны Путина в отношении помилований, только в случае еще одного другого дела. Это было дело Ходорковского. Когда ему было принципиально важно, чтобы его принципиальный оппонент написал прошение о помиловании, что было им сделано, так как его мать находилась при смерти, и он должен был с ней попрощаться. Но мы знаем, что из тех заявлений, которые делает Олег Сенцов, видя его последовательность и твердость в том, какое решение он принял за всех политзаключенных, он делает это не потому, что просит освобождение для себя, он просит освобождение для всех, разблокирование этого процесса. Мы видим, что Олег Сенцов очень последователен, что он пойдет до конца. Послушайте, один из вопросов я, знаете, что хотела вас уточнить. На ваш взгляд, если Сенцов все-таки напишет это прошение, его освободят при том, что он личный узник Путина? Я сомневаюсь, что Олег напишет это прошение. И я думаю, что даже если мы представим с вами сейчас такую гипотетическую ситуацию, что это случится, российский режим будет намеренно затягивать вот эти юридические процедуры, что опять же в нашем случае, в случае Олега Сенцова, каждая секунда, каждый день он на счету для последствий здоровья самого Олега. И поэтому я думаю, что российский вот этот вот режим Путина, он будет предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить освобождения узника Сенцова. В плане поведения, вы уже сказали о том, что Олег Сенцов, это тоже очень важный момент, о котором нельзя забывать. Олег Сенцов объявил голодовку для освобождения всех узников. И когда речь идет, когда мы говорим о освобождении только одного Сенцова, этого мало, потому что в принципе надо все-таки поддержать и самого Олега Сенцова, и его борьбу. И здесь возникает такая параллель, очень интересная, с Джоном Маккейном, недавно умершим сенатором Соединенных Штатов, большим другом Украины. Маккейн в 1967 году, когда он, будучи летчиком, его самолет был сбит во Вьетнаме, и он попал в плен к Вьетконгам. Очень интересно, что он был сыном командующего военно-морских сил США как раз по Вьетнаму. И предлагалось, Вьетконгам предлагали обменять его. То есть к его отцу обращались, обмен он там почти без условий. И Маккейн лично отказался быть обмененным. Он сказал, что я согласен на свое освобождение только если со мной освободят все, кто ходится вот здесь рядом со мной в плену, кто был арестован до меня. И после этого Маккейн, в принципе, остался в плену и провел там более пяти лет. Вопрос Сенцов согласится на освобождение? Я думаю, что Олег будет отстаивать ровно то, что он заявил изначально. То есть если мы сейчас представим гипотетическую ситуацию, что начинается процесс освобождения каких бы то ни было узников Кремля, я думаю, что это бы послужило серьезным сигналом для Олега, что его требования начали удовлетворяться. И я думаю, что, возможно, он мог бы рассмотреть вопрос о выходе из голодовки, пусть постепенно, но все же. И в данном случае, да, параллель с Маккейном, она нельзя более точно отражает суть того, что сегодня делает Олег Сенцов, потому что он действительно ведет себя как настоящий украинский солдат. Ну вот недавно появилась в Ламонде статья известного социолога Слава Жижека, но это просто гуру современной философии и такой философской мысли. И он обвиняет Запад в прямую. Во-первых, он говорит о Сенцове как о человеке, который своим поступком апеллирует к ценностям. И во-вторых, он говорит о том, что Сенцов – это прямой упрек западным политикам, которые, в принципе, не совершают достаточно шагов для его освобождения. Здесь я хочу напомнить, что Дональд Трамп, об этом писал о Вашингтон-Пост, единственный мировой лидер, который ни разу, ни в каком контексте, ни в телефонном разговоре, ни в заявлении, ни на пресс-конференции, ни в кулуарных встречах с Путиным ни разу не упомянул Олега Сенцова. И Вашингтон-Пост предъявляет ему огромное требование по этому поводу. Мой вопрос заключается вот в чем. Украинская сторона, украинское общество предъявляет невероятные требования к президенту, к Ирине Герасченко, к Миличуку, вообще ко всем. Вот вопрос, кто тот человек, кто может, во-первых, освободить Сенцова, действительно, есть ли кто-то, кто может повлиять на Путина? И на что обществу направить свое требование, свою энергию, чтобы это было все-таки эффективно? На кого направить эту энергию? На сегодняшний день это крайне сложный вопрос, предельно сложный, потому что мы, как мы уже видим из действий нынешней администрации, как мы видим из высказываний Пескова, сегодня вопрос жизни Олега Сенцова всецело в руках одного единственного человека, его прихоти. Он за освобождение Олега Сенцова может сейчас требовать какие угодно условия. То есть он может сейчас назвать миру самые страшные, самые невообразимые вещи. Кстати, Медведчук говорил о БУТе, о людях, которые содержатся в американских тюрьмах, наркоторговец БУТ и его летчик, его экипаж. Это вопрос, но ведь Путин не выдвигает этих требований? Конечно же. Выдвигает какие-то Песковы, какие-то Медведчики. Да, да. Но Путин ни разу не сказал, при каких условиях он освобождает Сенцова. Да, очень примечательен тот факт, что Медведчук говорит, вот эти вот заложники, удерживаемые в США, они нужны Трампу? Нет. А Сенцов нужен Путину? Нет. Но тут с Медведчуком можно спорить, и я буду это делать, потому что да, Сенцов нужен Путину. Да, это его персональный узник. И здесь Медведчук очень открыто манипулирует и опять же выдает какие-то свои темники, которые ему очевидно спускают из администрации Путина за некую действительность. На самом деле, конечно же, эти лица, эти удерживаемые лица, они несравнимы ни по своему масштабу, ни по той ценности, которую они представляют для, собственно, Российской Федерации. Потому что если бы Путину это было бы нужно, я думаю, что он бы нашел механизмы, опять же, тот же последний шпионский скандал с Путиной. Почему бы и нет? Получается, что эти лица не представляют для Владимира Путина ни малейшего интереса. Что бы там ни говорил Медведчук. Вот очень интересный вопрос о том, кто действительно представляет для Путина интерес. И самое интересное, хотят ли эти люди быть освобожденным, потому что тот же летчик Пута, о котором мы говорим, второй, условно названный в этом разговоре, это человек, который пошел на сотрудничество с наркознадзором, и фактически был, то есть он фактически участвовал в операции по задержанию, по выманиванию Пута на территорию Соединенных Штатов. Поэтому вопрос, захочет ли он быть освобожденным. И вот тут я хотела бы задать вот какой вопрос. В рамках кампании по освобождению Сенцова активисты придумали такую акцию, заберите своих, отдайте наших. Были обнародованы имена людей, которые хотели бы, которые могли бы быть обменены на Олега Сенцова. Там и капитан Норда, которому грозит уголовное преследование, и масса-масса других людей. Тот же Гижов, например, арестованный переводчик, премьер-министр Гройсмана, который был обвинен в шпионаже. То есть масса народов. И Людмила Денисова параллельно начала свою кампанию. Она обошла заключенных и собирала у них прошение Путину, российских граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, прошение Путину, мол, забери нас. И что интересно, трое отказались. Отказались не потому, что они не хотят домой, а потому что с ними уже успели поговорить адвокаты. Они называют имя адвоката Рыбина, Валентина Ну. Я так понимаю, который сказал им, что, слушайте, Путин о вас помнит, не пишите вот эти кляусы. Возникает вопрос, а почему Россия не просто не меняет своих людей? Почему Россия не заинтересована, и защитник, который защищает российские граждан, не заинтересованный в том, что появились вот эти прямые прошения граждан Российской Федерации к президенту Российской Федерации, забери нас отсюда. Здесь вопрос достаточно, опять же, политизированный, по той простой причине, что Российской Федерации категорически не нужны очередные свидетельства того, что она сторона конфликта. А всячески пытается дистанцироваться и через Минский формат, и через работу в ТКГ, и через всяческие заявления представителей администрации, президента и приближенных к ней экспертов, берем это слово в кавычки, о том, что на самом деле стороной переговоров должны являться квази-государственные образования на Востоке, псевдо-республике. Это было бы очередным свидетельством, что Россия активно принимает участие, что Россия является агрессором по отношению к Украине. Поэтому образовались некие удерживаемые лица, которые сегодня просят на имя президента Российской Федерации некие прошения об обмене. Конечно же, такой информационный повод совершенно не нужен Кремлю. И если мы учтем тот факт, что никакого гражданского общества на сегодняшний день в Российской Федерации нет как таковой сформированной некой общности, которая может выступать и говорить своим голосом, мы увидим, что замолчать факт присутствия здесь российских граждан в качестве удерживаемых лиц будет очень и очень просто, и Российская Федерация, общество внутри Российской Федерации проглотит это и не поморщится. Вспомним те же кейсы бойцов ЧВК Вагнера. Спасибо большое. Мы благодарим нашего гостя, Марии Кучеренко, аналитика Центра исследования проблем гражданского общества, за беседу о Олеге Сенсове и о заложниках. В заключении мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на очень странную параллель большинства тех, кто обвиняет Украину в том, что она, мол, недостаточно делая для освобождения своих граждан, забывают почему-то задать вопрос Владимиру Путину, а почему они ничего не делают для освобождения своих. На этом я с вами прощаюсь в студии. С вами была Лариса Волошина. Для того, чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на нашу страничку в Facebook. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова